Добрый вечер, друзья! У нас сегодня мини-сравнение блендов Famous Grouse против Tullamore Dew. Famous Grouse довольно-таки известный виски, ну, по крайней мере, я его, наверное, попробовал третьим или четвертым. И вот, когда я увидел Famous Grouse 12 лет, я подумал, я никогда не пробовал, и он был в миниатюре продавался. Из-за этого родился этот обзор. А также у нас тут Famous Grouse под названием Naked, это значит голый. Поэтому тоже очень интересно. Давайте попробуем, сравним по ценам. Значит, вот это вот Famous Grouse простой, самый дешевый, у нас стоит порядка 16 евро. Значит, Famous Grouse 12 лет, ну, я поговорю про нормальные бутылки, про 0.7, значит, стоит порядка 40 евро. И Naked Grouse стоит порядка 30 евро за 0.7. Ну, Tullamore Dew, вы все знаете, он недорогой, в принципе, и порядка до 20 евро стоит. Будет интересно, кто победит, что победит. Бокалы кажутся здоровенными, просто, да, их вот сравниваю. Ну, я много раз говорил, что я к блендам плохо отношусь. И у меня вот из блендов я выбираю Jameson или Tullamore Dew. Но так как Jameson очень часто можно не найти в хорошем качестве. Мне когда-то сказали, что... Продавец сказал, что самые два подделыванных виски, это Jameson и Chivas. Когда я пожаловался, я говорю, что... Так, чтобы мы хотя бы хоть как-то... С бокалами. Ух ты! По цветам. Naked Grouse у нас пока самый темный получается. И вот наш Tullamore Dew. Вот. Вроде бы одинаковое количество везде. Значит, что получается? Naked Grouse самый темный, потом Famous Grouse 12 лет идет. И... Ну, вот эти простой... Простой Famous Grouse и простой Tullamore Dew, они одинаковых цветов. Там с чего начать бы. Прям не знаю. Ну, по идее, по нарастающей мы должны пойти. Давайте попробуем самый простой. Аромат Famous Grouse. Ну, вот абсолютно такой... Простой, еле-еле заметная сладость. Даже... Сладость и оттенок бочки. Причем даже, я сказал бы, дерево. Голый виски. Здесь, значит, вот отличие такое, что вот Famous Grouse. Ощущение, что это просто дубовая бочка, вот голая дубовая бочка. А в Naked Grouse уже ощущение, что выдержан в чем-то он был. Более яркая сладость и более такой глубокий запах бочки. Вот как-то так. Вот ничего другого. Ну, мы от блендов, мы с вами ничего. А вот 12 лет мне очень интересно. Удивительно. Спиртозность бьет в нос. Слабый... Какой-то слабый мед и все. Вот, ну, из этих трех Naked Grouse самый вкусный запах получается. Самый интересный аромат. По градусам не сказал. Сейчас понахожу. 40 градусов Famous Grouse. Naked Grouse. Какая интересная такая бутылочка. Значит, тоже 40 градусов. По идее, у них у всех должно быть. Но на всякий случай. А, 43. Вот и более спиртозный запах. 43. И по идее, Туламор Дью тоже 40. Да, тоже 40 градусов. Теперь Туламор Дью. А вот ирландец абсолютно другой. Нету никакой спиртозности. Абсолютно такой карамельный сладкий запах. Вот... Ирландец Туламор Дью проще, чем Naked Grouse. Но тоже, знаете, приятный такой вот. Вот по аромату мы с вами прошли. Давайте мы попробуем по вкусу. А в молодости-то я его пил. В общем, друзья, какое-то дерево такое. Значит... Ну так вот. Крепость, дерево, сладкое по всевкусе. Второй глоток делать не хочется. Я извиняюсь. Мы что-то такое дегустировали уже. Значит, когда ты его держишь во рту, появляется терпкость. Но после глотка появляется ощущение какого-то лакокрасочного завода. Какие-то вот... Ну, ощущения вот реально с каким-то... С каким-то лаком, с какой-то краской. То есть, причем это не для женских ногтей, а, знаете, вот, ну, лак для какой-то древесной поверхности. И краска тоже какая-то по древесине. Ну, такой вот... Тоже не особо хочется делать второй глоток, но мы... Мышки плакали, кололись, но ели кактус. Какое-то такое послевкусие. Перечно-лаковое. Ну, 12 лет. Не подведи нас. Совсем грустно получается обзор. И я как-то надеялся. Просто жесть. Ну, у меня вот famous grouse. Значит, пока во рту держишь, есть сладость и что-то. После глотка у меня ощущение, что я выпил окунтошин вот этот American Oak. Вот было ощущение только, что слезы на глаза навернутся. От этой перечности какой-то вот просто перец сковывает и... По-моему, единственная разница с окунтошин American Oak, то, что в послевкусии перец очень быстро пропадает и остается какая-то... Да, не так я себе представлял эту дегустацию. Я вам честно скажу. Хорошо, что маленькие бутылочки. Я вот хочу еще голого попробовать. После famous grouse 12 лет, naked grouse кажется просто удивительно обалденно вкусным виски. А Туламор Дью у нас был очень любимым виски, когда выехать на природу, выехать на рыбалку, выехать куда-то. Вы знаете, чтобы и виски был, и ты на природе не собираешься наслаждаться или на рыбалке, или где-то, а... Так вот, ну, в общем, чтобы было название виски, чтобы вкусно было и голова с утра не болела, и мы очень много использовали Туламор Дью. Как бальзам на душу. Друзья, сладко, вкусненько, ощущение какой-то кормили. Даже есть ощущение тофи. Мне кажется, что перец от famous grouse 12 лет до сих пор у меня во рту. В общем, не буду умничать. Туламор Дью просто дешево, со вкусом. И он, ну, значит, лакокрасочная фабрика. Просто, ну, по сравнению с 12-летним, это прекрасная лакокрасочная фабрика. Потому что, ну, вообще, вся эта затея родилась вот из-за этой бутылочки 12 лет, которую я случайно увидел. Зря я ее увидел. В общем, друзья, значит, как я уже говорил, мой выбор это Туламор Дью и Джеймсон. Вот из блендовых виски простых. Потому что, ну, это... Я вам не советую покупать famous grouse. Я вот так скажу. Видите, ну, вот там, как-то... Не надо. Купите Туламор Дью. Он намного вкуснее получается, даже, чем эти более дорогие famous. Хорошего вечера, друзья. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Такого разочарования от виски я после оконтошина уже вот первый раз почувствовал. Три бутылки и три бутылки разочарования. Хорошо, маленькие бутылочки. Хорошего вечера. Еще раз ставьте лайки, оставляйте комментарии. Будет интересно ваши комментарии, если вы пересравнивали. Будет интересно, действительно. Еще раз хорошего вечера. Ставьте лайки, подписывайтесь.